здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в семнадцатом уроке видеокурса настройка сложного шаблона лендинг page от а до я и мы продолжаем с вами работу и так наш мы прошли стиле следующая вкладка главное меню который мы с вами тоже проходили в начале курса когда проходили меню следующая вкладка расположение давайте здесь остановимся и поговорим что здесь мы имеем и так что вы здесь видите здесь у нас идут модульные позиции мы частично здесь уже что-то касались давайте я сначала просто проведу беседу общего характера смотрите если мы наводим на каждый модуль вы видите всплывает вот такая вот иконочка в углу у каждой модульной позиции мы с вами тут делали логотип и эта иконочка мы уже частично этого касались при клике на нее у нас появляются вот такие возможности значит мы прошли с вами здесь слайды у нас осталось аккордеон вкладка пустой и круглый сейчас мы об этом тоже поговорим есть кнопка сброса например вы тут начали манипулировать менять размер то есть смотрите здесь можно менять размер и в реальном времени увы перед вашими глазами будут блоки смещаться вот например хедер мне нужно сделать 10 пикселей и смотрите вы сейчас видели как эти блоки стали больше этот блок стал меньше чуть позже вот об этих размерах поговорим я наглядно покажу на на модуле регистрации входа значит давайте прокручиваем дальше то есть вы уже поняли да здесь модульные позиции так достаточно гибкие идем дальше здесь есть вот такой интересный блок смотрите вот здесь вот есть такие три кнопки по рисунку можно понять что эти кнопки меняют расположение на всей странице расположение блоков но чтобы увидеть результат вы должны будете действительно расположить всевозможные модульные позиции но даже сейчас если я клику вы видите как вы здесь ниже блоки перестраиваются да то есть здесь вот эти блоки body top выстраиваются по левой части значит если так то по правой и также здесь можно выбрать в списке для каких-то отдельных страниц а вот эту смену расположения вот эти позиции модуля также здесь есть вот этот вот поле 1200 пикселей о которой я уже говорил это общая ширина каркаса то есть по умолчанию в демо шаблоне который вы ставили там идет 1400 то есть вы здесь смотрите можете тысячу сделать то больше нравится как вам больше подходит а дальше смотрите есть стране такой модуль inset 0 видно пиксель да смотрите если я сюда ставлю 10 у шаблона идет четкая вот эта ширина которая задана здесь соответственно блоки никуда другие не уезжают в этой на этом уровне вот right left и my body да они будут просто уменьшаться то есть если я тут делаю например 70 то видите да чё происходит другие блоки умеешь уменьшаются в рамках каркаса то есть они никуда не уезжают вплоть до 0 пикселей могут сдвинуться если вы здесь сильно увеличить сюда я нажимаю сбросить все у нас сбросилась идем дальше есть вот такие еще вкладки нижняя панель наверху верхней панели боковая мы чуть позже в конце урока мы об этом поговорим и давайте наглядный пример я хочу разобрать возможности данного шаблона на примере модуля логина то есть входа и регистрации стандартного модуля для начала давайте мы выйдем из шаблона зайдем менеджер модулей найдем наш логин форм зайдем и назначим позицию ему right чтобы мы могли видеть изменения на самый верх ищем модульную позицию right вот она здесь выбираем и сохранить и закрыть но можно еще показать заголовок чтобы мы видели во всей его красе возвращаемся теперь опять в шаблоны заходим на шаблон и здесь мы должны найти модуль right позиция справа и так находим значит позицию right и вот смотрите сначала давайте поговорим о вот этих вот пикселей смотрите делаем 10 пикселей мод right нажимаем сохранить и смотрим что у нас происходит так я перематываю вниз вот смотрите 10 процентов вы видите он у нас весь суженый до модуль то есть вот эти вот проценты как раз и говорят давайте сделаем 40 сохранимся и обновимся вот видите то есть вы его здесь можете манипулировать 40 даже много можно 30 попробовать или 25 вы видите как меняется размер модуля то есть вот так вот легко можно без каких-то манипуляций и редактирования кода можно вот так легко за счет возможности шаблона вот так управлять шириной модульных позиций так давайте попробуем сделать 30 так я сейчас выйду из шаблона и модуль чтобы вниз постоянно не прокручивать до этой позиции я его размещу на вкладке аддон на странице аддон чтобы он у нас был выше там наверху менеджер модулей так логин форм так только на указанных главное убираю и оставляю вот только на аддонах все он у нас здесь так я возвращаюсь шаблон так давайте теперь поговорим в значит вот об этой вот вкладочки у нас позиции right представлена здесь почему-то не все вариации то есть у этих конкретно позиции то есть если взять какой-то например юзер модуль то здесь у нас намного больше да есть вкладки аккордеоны позже об этом поговорим давайте пока на реальных примерах попробуем вот смотрите позиции right посмотрите вот есть например хочу поговорить вот о пустой я в принципе так полагаю что когда мы выбираем пустой то убираются все стили которые свойственно здесь в данных позиции давайте посмотрим смотрите вот запомнили наш как выглядит обновляем страницу то есть убирается все стили видите заголовок исчез я полагаю что это нужно только для этого вот этот пустой уже само название это том что скорее всего здесь выбираются все стили то есть которые здесь могут быть о модульных позициях вот здесь понятно давайте посмотрим дальше вот интересный момент если мы выбираем круглый то модуль приобретет рамочку у этой рамочки края будут закруглены давайте попробуем сохранить и обновляемся вот смотрите любой не обязательно login form любой модуль здесь можно заключить вот в такую рамочку смотрите это еще не все что можно сделать вот с этим вариантом рамочки и закругленными углами да мы переходим в документацию данного шаблона вы переходите вот на эту вкладку смотрите здесь показано что мы можем дать при условии что мы выбрали вот эту вот рамочку с круглёнными углами мы можем выбрать назначить заливку или градиент любого цвета смотрите вот пример здесь видно да синий сейчас поговорим об этом смотрите вы ниже вот этот код это как раз для и для этого предназначена разработчики нам предлагают готовый код который нужно вставить а потом его просто легко редактировать меняет цвет а тут например добавляя всевозможные атрибуты давайте полностью вот так вот выделяйте и копируйте убедитесь в том если вы зашли в браузер chrome которая переводит страницы на русский язык убедитесь в том что у вас показано оригинал они перевод потому что здесь некоторые слова будут переведены на русский и его у вас ничего не получится нужно что все здесь было на английском языке копируем что мы делаем дальше мы возвращаемся в шаблон и у нас есть такая вкладка пользовательский код кликаем по ней здесь можно вставлять всевозможный код и сейчас давайте перемотаем на самый верх нам нужно пользовательский ксс то есть верхняя вот эта вкладка мы сюда просто его пока размещаем как есть давайте сохранимся и обновимся и посмотрим что у нас изменилось вот вы сразу видите у нас как в демо значит поменялся цвет модуля сразу хочу сказать что любой модульной позиции выборов вот эти круглённые скругленные углы рамочку можно назначить любой вот такой вот цвет смотрите давайте сейчас попробуем поредактировать данный цвет вы переходите в яндекс и в поиске у яндекса пишите цвет я написал сразу красный цвет и яндекс предлагает сразу палитру из красных оттенков вы просто мышкой кликайте по тому оттенку который вам нужен например оранжевый или вот здесь светло какой-то и тут же вы получаете вот здесь вот такой код это и есть код оттенка так я возвращаюсь к красному вот у меня выбран выбран красный цвет и я просто копирую вот этот код который говорит нам что это красный оттенок мы возвращаемся значит в шаблон во вкладку пользовательский код и сразу вам скажу смотрите вот эта вкладка бокс shadow вот вы видите здесь то есть здесь можно во первых играть стоп про видите 100 пикселей 100 пикселей 0 пикселей здесь просто пробуйте менять что-то добавлять например не 0 а 10 и смотрите как меняется я вам покажу здесь на примере смена цвета смотрите если я только сменю вот здесь посмотрите я выделяю это и есть код цвета аккуратненько удаляйте но решетку не трогайте иначе у вас не получится значит удаляем и вставляем тот год который мы скопировали в яндексе нажимаем сохранить я сейчас обновляю страницу и смотрите какая красота красный цвет вот ведь у нас градиент некий получается соответственно если вам нужно вот этот синий цвет убрать или заменить но оставить градиент то этот цвет у нас вот он но если вы хотите сделать например сплошняком красный значит тот же самый цвет вставляйте здесь который вы вставили здесь нажимаем сохранить обновляемся и вы сейчас видите что полностью идет у нас заливка красного цвета здесь в принципе просто дальше вы по аналогии смотрите 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 вот если вам нужно рамку еще как-то подсветить у вас вот здесь есть бордер это рамка но нет вам нужно место вот этого но он аккуратненько удалить не задев здесь кавычки и здесь точки и поставить с как я сейчас сделал давайте посмотрим что-то у нас изменилось или нет вы сейчас можете не видеть но я вижу такую тонкую рамку даже наверное это не рамка а некая тень так еще хочу поговорить на что-то об этой строчке смотрите я вернул цвет а вот здесь вот назад чтобы вернуться вот в таком положении смотрите вот еще этот градиент что такое градиент это переход от одного цвета к другому как вы сейчас видите здесь от красного вот тут плавно переходит в синий смотрите здесь еще можно манипулировать вот и вот этим уровнем градиента смотрите например красный чтобы он был едва на рамочках например вы здесь можете играться смотрите вот с этой сотни пикселей и с этой убирайте просто 0 например 10 и здесь 10 смотрите сохраняем и смотрите что мы получаем вы видите идет по краям то есть вы теперь знаете как управлять вот это значит моментом а здесь вот еще есть 0 пикселей смотрите что получаем если мы здесь делаем увеличим например 50 пикселей то смотрите как смещается градиент вы видите да слева у нас такая красная область так я здесь возвращаю все назад вот этот color цвет здесь просто вы пробуйте то есть что-нибудь делать например я выбрал синий меняю цвет смотрите вот здесь вот модуль title то есть цвет для заголовка давайте тоже сделаем например синий сохранимся обновляемся вот вы видите значит смотрите иконка заголовок модули стал синим вот эти вот этот текст запомнить меня забыли пароль забыли логин конечно на красном цвете лучше наверно белый оставить но я вам сейчас просто демонстрирую как управлять модулем и соответственно вы можете любой модульной позиции вот это все делать когда выбрали круглый вот в модульной позиции как мы с вами выбрали и выбрали для логина форм в итоге я оставил вот так сделал снежно-светло красный а тут оставил темно-красный и вернул вот эти все моменты на белые да кстати вот это видите при наведении синие это у нас hover вот при наведении вот этот цвет я также поставил синий возвращаемся значит вклад на вкладку расположение у модули right а значит вы теперь знаете круглый пустой ну дефолт это по умолчанию обычный давайте поговорим о таких моментах например сейчас я возьму модуль а д в 1 просто для примера смотрите я хочу поговорить об отличие смотрите чего значит вкладке аккордеон у нас осталось даже разобрать то есть слайды мы поговорили пустой круглый мы поговорили посмотрите аккордеон и вкладки давайте сначала посмотрим выйдем из шаблоны посмотрим сколько модульных позиций у нас занимает один и тот же название модуля переходим менеджер модулей и отсортируем по вот этому а д в 1 смотрите у меня целых три модуля находятся в одной и той же модульной позиции видно до html 3 модуля адв обо мне бар и аккордеон и о каких отличиях я хочу поговорить смотрите я уже немножко об этом говорил мы с вами до этого еще не дошли еще мы это разберем если мы создаем модуль или вообще любой какой-то модуль или зайдем в редактирование модуля я уже вам говорил у нас есть вот тут вот такие вкладки у нас тут тоже есть аккордеон тап и так далее и в чем отличие вот этого аккордеона тап от аккордеона тап который находится и мы можем выбрать в модульной позиции а отличие очень простое если вам нужно индивидуально для какого-то одного конкретного модуля сделать аккордеон тап и так далее то вы воспользуетесь вот этими кнопками в самом модуле как сейчас вот передо мной открыт модуль то есть индивидуально для одного то есть аккордеон что этот что там в модульной позиции который можно выбрать они одинаковы но здесь индивидуально я отсюда выхожу перехожу в шаблоны а если вы вот этот модульной позиции адв 1 здесь выберите аккордеон то все модули которые вы используете вот эту модульную позицию они все превратятся в аккордеон вот вы должны понимать эту разницу в тот же самый аккордеон это не всегда может подойти поэтому вы просто должны знать отличие вы можете конечно сделать так то есть целеустремленно вам нужно много аккордеонов например на разных страницах вы просто там вписываете обычный ваш свой контент ваш тмл модули да и все как бы специально вы публикуете вот в эту позицию модуль адв а потом просто здесь кликайте вот так аккордеон и все модули использующие вот эту позицию модуль адв они все будут аккордеонами давайте посмотрим наглядно я выбрал аккордеон и давайте сохраним смотрим как сейчас у меня все выглядит вот этот текст у меня находится в позиции адв сейчас он выглядит как просто html обычный модуль смотрите то есть я создал html модуль и просто вот сюда внес текст вы видите что он выглядит обычно никакого аккордеон тут нет я обновляю страницу смотрите во первых мы еще не сами не поговорили вот этот бар да они мирные мы позже поговорим во первых он тоже находится в адв вы помните я вам показал у меня три модульные позиции находятся в позиции адв смотрите вот вам аккордеон во первых вот этот бар аккордеон пожалуйста вот этот текст стал аккордеон вы понимаете разницу теперь да то есть тут без каких-то либо настроек вы просто делаете аккордеон и весь контент становится аккордеоном давайте перейдем на главную и посмотрим здесь где у нас аккордеон вы сейчас сразу заметите вот смотрите обо мне мы делали единственное здесь фотографии вот так вот стало громоздко вот пожалуйста здесь если я кликнул обо мне сворачивается блок вот вам аккордеон теперь вы должны понимать разницу вот этого аккордеона что мы здесь выбираем что для индивидуально для всех как делать и пользоваться теми кнопками мы позже поговорим сейчас у нас урок именно об модульных позициях и возможностях адв мы возвращаем дефолт соответственно вкладки это то же самое если мы выберем у нас еще появляется шестереночка но этот похожие настройки как 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 мы делали слайд опять же более детально эти слайда аккордеон это не тема этого урока мы с вами поговорим сейчас говорим просто об отличии и о возможностях модульных позиций но давайте посмотрим вкладки сохранить идем на сайт то есть произойдет то же самое но только место аккордеон у нас будет вкладка вот здесь мы не видим потому что у нас с вами тут только один контент но мы видим что выглядит она уже как вкладка если мы перейдем на аддон и страницу вот пожалуйста вот так меняется вкладке то есть что у нас получается у нас в одной модульной позиции html обычный стандартный модуль джумала я сделал здесь вот этот бар анимированный а во втором html модули находящийся в той же позиции в той же позиции adv1 я разместил просто вот эту строчки текста все назначил значит в модульной позиции здесь вкладки и вот пожалуйста то есть аналогично как мы делали с вами слайд слайдер на главный верху вот этот вот слайдер это аналогично значит я здесь делаю обычный значит дефолт все вы здесь совсем уже знакомы но конкретно оба вкладке аккордеон мы поговорим с вами позже уже более детально разберем не здесь здесь уже все понятно а именно настройки те самые вот эти вот синие кнопки которые находятся в модульных позициях или в статьях в принципе вот о конкретных вот этих модульных позициях в принципе здесь я все сказал у нас остались с вами вот эти панели вообще замечательная вещь не нужно например искать какие-то дополнительные там модули плагины и разработчик уверяет что они очень легкие то есть они основаны на css никаких там картинок а значит не будет тормозить сайт что за панели давайте просто я вам сейчас одну панель создам и вы сразу посмотрите и увидите что такая панель то есть мы с вами разберем одну например панель а вот боковая панели нижняя она идет по аналогии абсолютно просто нижняя панель будет выглядеть внизу там такая будет вкладочка вы на нее кликайте и будет выезжать пространство где а вы сможете разместить любой контент видео фото я не знаю картинки текст все что угодно форму для подписчиков и так далее давайте начнем верхняя панель если мы кликнем по верхней панель у нас а значит смотрите показано вот такие настройки и у нас есть а вот такие модульные позиции трап 1 до трап 5 эти все модульные позиции можно также манипулировать меняя размер и также видите добавлять сюда вот такие вот возможности слайдеры и так далее смотрите давайте сразу найти кнопка открыть текст сейчас вы поймете где-то отображается я просто напишу здесь вообще любой текст можно интригующий текст например тут подарок или заберите ваш подарок сейчас вы увидите как это будет отображаться я напишу просто открыть соответственно нижнее поле закрыть там написано даже был по-английски высота кнопки оставляем пока ширина кнопки открыть закрыть скорость оставляем все запомнили да нам нужен теперь какой-то контент разместить в любое из представленных вот этого модульных позиции трап здесь пока все мы нажимаем сохранить и сохранить и закрыть можно сделать если сейчас мы посмотрим мы с вами ничего не видим потому что нам нужно хотя бы какой-то контент поместить в модульную позицию трап идем менеджер модулей давайте создадим html код модуль давайте сразу выберем позицию трап трап 1 показать заголовок скрыть на ваше усмотрение вписывайте какой-то заголовок я сделаю на странице также видите можно на всех страницах выбрать либо на какой-то определенный то есть это вообще замечательно я сделаю на странице аддона так и чтобы что-то увидеть я для примера ставлю какую-нибудь картиночку свою нажимаю сохранить и давайте обновим страницу если мы обновляем страницу мы ничего не видим вы помните я сделал вкладку для страницы одной только аддоны и вот смотрите на верхнюю часть сайта вы видите вот такую кнопку я помните писал открыть вот этот текст если я кликаю по вкладке смотрите замечательно просто то есть размер этой вкладки зависит от контента я поместил большую картинку соответственно она практически весь экран закрывает если я ниже прокручу появляется внизу смотрите место открыть закрыть вы понимаете да что тут можно написать любой текст я нажимаю закрытие вкладку уже смотрите это просто замечательно обалденный шаблон давайте я попробую а уменьшить а значит картинку чтобы она не выезжал так сильно так сохранить обновляю страницу видите морить замечательно смотрите любой контент можно там какой-то подписаться например и суда вставить например от смарт-респондера вашу форму подписки до или заберите ваш подарок и тут что-нибудь какой-то заинтригующий текст или какой-то не знаю мой новый курс тут информация о вашем курсе да что угодно абсолютно видео музыку можно будет ставить об мультимедиа мы также позже разберем это все сейчас мы поговорим о конкретно о стилях как менять цвет и так далее конкретной вкладке а о боковой вкладке то есть она будет размещаться вот здесь а нижняя вот здесь соответственно я не буду их затрагивать потому что вы уже сможете сделать их без меня они делаются по аналогии отличие только в том что они размещаются не наверху а вот здесь справа а нижняя в правом нижнем углу и еще и отличие если мы прокручиваем страницу на вкладка остается наверху а если боковая вкладка и и будет все всегда видно соответственно она будет выезжать вот так вот сбоку вы должны это понимать и так смотрите модульную позицию мы оставляем как есть я кликаю закрыть перехожу в шаблоны и заходим в наш шаблон я перехожу на страницу документации и кликаю по активируйте раздвижные панели соответственно браузер у меня перевел эту страницу смотрите здесь очень интересно что можно сделать если вы знаете плохо код css и так далее прокручиваете самый не смотрите видите здесь показана такая вкладка на вся голубая вот так же как мы с вами меняли цвет для модуля логин форм здесь можно сделать то же самое видите вот этот код найдете точнее вот этот код на этой странице не забудьте показать оригинал сделать что было все на английском и и вот весь целиком этот код копируйте переходим значит пользовательский код смотрите если у вас тут уже есть какой-то код вы просто ниже делайте отступ и вставляете данный код например ниже и сохранить я просто обновил страницу и вы можете наблюдать что вкладка уже синяя видите все очень просто весь контент синий также можно управлять цветом конкретно вот этой вкладочки и цветом вот этим который заполняет вот эту всю область и давайте я быстренько пробегусь по ключевым а значит аспектам данного кода вы должны уже тут по аналогии понимать как меняется цвет вы это уже знаете смотрите я например беру вот такой нежный розовый и беру отсюда код смотрите наш код начинается отсюда а вот background да сразу меняем вы должны уже знать где это находится сохраняем обновляем вот пожалуйста видно розовый цвет цвет на кнопке находите вот такую строчку топ панель open close button то есть будто эта кнопка ниже смотрим open background видим тут такой цвет давайте здесь какой-нибудь красный то есть вы сейчас учитесь редактировать а уже готовый код смотрите background сделать красный то есть вы просто смотрите уже знаете как меняется цвет вот видно здесь color цвет за что он отвечает просто вставляете какой-то цвет обновляете и смотрите изменения и уже потом будете понимать намного лучше как все устроено так я откликаю сохранить обновляем вот пожалуйста кнопка стала красная видно там у нас рамка идет синие также она меняется в коде вот у меня есть подозрение что это здесь смотрите бордер толщина 1 пиксель цвет такой-то давайте так же сменим на красный и убедимся прав ли я то есть я считаю что это вот эта рамочка синие давайте обновим и посмотрим вы сейчас рамку не видите и как будто ее и нет потому что у нас цвет заливки тоже красный можете сделать рамку белую тогда она будет эта кнопочка здесь отчетливая например смотрите я выбираю белый цвет белый цвет это у нас 6 букв f можете так запомнить смотрите я делаю бордер сейчас белого цвета и рамку например 7 пикселей то есть толщина этого бордера рамки будет 7 пикселей обновляю страницу видите такая жирная рамища стала так же она исчезает при когда открытый панель соответственно там тоже можно сделать рамку так я давайте сделаю здесь два пикселя вот в принципе здесь если вкратце и все поиграйтесь посмотрите где какой цвет меняется а то есть мы практически меняли только толщину рамки да и меняли всевозможные цвета то есть цвет вы уже знаете как начинается начинается решетка и как правило шесть каких-то идут букв английских да или 3 бывает еще ставит вот поиграйтесь посмотрите думаю здесь у вас сложности не должно возникнуть теперь давайте поговорим о размере данные вот кнопки где у нас написано открыть идем значит расположение возвращаемся верхняя панель кликаем ну и вот принципе здесь уже высота кнопки значит давайте посмотрим делаем например 60 ширина кнопки если у вас большой текст на кнопки и он не вмещается то здесь хорошо подойдет изменить ширину кнопки я сделаю например 300 даже скорость кнопки можно менять нажимаю сохранить обновляем страницу посмотрите какая кнопка стала просто огромная так что вы теперь осведомлены вооружены и опасны урок получился достаточно большой в принципе мы закончили со вкладкой расположения здесь поиграетесь посмотрите думаю у вас тут уже не возникнет никаких вопросов или сложностей я заканчиваю данный урок и увидимся в следующем